Российская газета, Кира Латухина. У меня уточняющий вопрос в развитии темы. Весь год шли дискуссии в правительстве и в Госдуме о повышении пенсионного возраста. И вроде как решено повысить его для чиновников пока. Даст ли это реальную экономию, хватит ли её, будут ли какие-то дальнейшие решения о возможном повышении пенсионного возраста. И ещё очень интересно всё-таки положение военных пенсионеров в связи с тем, что действительно обсуждается то, что работающие пенсионеры могут не получать пенсию, но, как Вы говорили, что это только обсуждение. Но военные пенсионеры составляют очень значительную категорию. Часть тех людей, которые работают и получают пенсию, очень волнуются по этому поводу. Спасибо. Во-первых, военным пенсионерам, как я уже сказал, будет проиндексировано так же, как всем остальным. В начале года пенсия будет проиндексирована на 4%. По поводу работающих, неработающих, я думаю, что на них, откровенно говоря, не помню эту деталь, обязательно это вынесли, но, на мой взгляд, там общий порядок должен быть для всех пенсионеров, работающих или неработающих. Что касается пенсионного возраста, Вы знаете мою позицию, я всячески сопротивляюсь повышению пенсионного возраста. Но есть, конечно, проблемы. Что касается повышения пенсионного возраста для чиновников российского, регионального и муниципального уровня до 65 лет для всех, для мужчин и для женщин, напомню, что речь идёт о постепенном повышении для этой категории с шагом на полгода. Ну, что это означает? Ну, допустим, женщина достигла пенсионного возраста и в следующем году должна была бы выйти на пенсию, 55 лет исполнилось. Значит, она выйдет не в 55, а в 55 плюс 6 месяцев. И так постепенно, 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 постепенно для всех, чиновников имею в виду. Конечно, фискальный результат минимальный, но это правда, фискальный результат минимальный. Что касается в целом повышения пенсионного возраста, я и сейчас придерживаюсь точки зрения, что время ещё не настало. Но, буду откровенен, мне уже многие, не только эксперты, но уже просто практики говорят, ну, вы хотите людям хорошее сделать, в конце концов, вредом нанесёте. В чём исключается этот вред? Но у нас растёт продолжительность жизни. Если совсем недавно, в 2005 или 2006 году, продолжительность жизни у нас была 65 с небольшим лет, то сейчас она уже 71 с лишним, 71 на 90. И количество работающих, которые вносят свой вклад в пенсионную систему, уменьшается, а количество пенсионеров увеличивается. К чему это, если никак не реагировать на это, к чему это приведёт? Это приведёт к тому, что доходы пенсионной системы будут сокращаться. Сейчас они, скажем, в этом году сократились из-за того, что реальная заработная плата присела, а пенсионный фонд формируется из заработных плат работающих граждан. И там уже дефицит пенсионной системы, и мы должны из федерального бюджета дополнять те средства, которые являются дефицитными. Но это, надеюсь, что это вопрос такой не системный, а разовый, а вот по мере роста продолжительности жизни количество работающих, повторяю, будет уменьшаться по сравнению с количеством неработающих граждан. И тогда могут возникнуть системные проблемы наполнения пенсионного фонда. К чему это может привести? По сути, это может привести просто к сокращению доходов самих пенсионеров. Придётся государству просто понижать уровень пенсионного обеспечения или повышать пенсионный возраст. Но если это делать, то делать нужно вот так, как по чиновникам принято решение, не спеша, а спокойно. Когда это нужно сделать? У меня пока нет на это ответа. А когда-то это придётся сделать. Во всех странах это сделано, во всех, кто нас окружает. Но когда это нужно будет сделать, пока я не хотел бы говорить об этом публично, потому что даже ответа у нас пока нет. Но такая чисто экономическая проблема стоит во всех других странах. Ведь как это происходило? Тоже постепенно. Сейчас у нас разрыв по возрасту между теми, кто вышел на пенсию и кто значительное время уже на пенсии находится, он значительный, но он будет увеличиваться. И нам нельзя… Решение должно быть принято своевременно. С тем, чтобы мы не обрушили через 5, 10, 15 лет пенсионную систему. И уже точно совершенно, что я хочу сказать, и хочу, чтобы люди это услышали, это никак не затронет уже людей, вышедших на пенсию. Они вообще к изменению вот этой системы пенсионного возраста уже не имеют никакого отношения. Их никто не будет заставлять, даже если они вчера вышли на пенсию, сегодня возвращаться на работу. Закон обратной силы не имеет. И все, кто уже вышел на пенсию, тем, безусловно, 100% будут пользоваться всеми пенсионными правами. Спасибо. 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 Спасибо.